Решением облывы Канкама на Гомельщине затвердженный план мероприемства по попередживанию расповсюдживания инфекции COVID-19 сирот насельництва. В документе предугледживаются меры, которые необходимо принять керавникам предприемства и организации, а также профилактические рекомендации жихарам в области. С новыми правилами ознайомились наши корреспонденты. Об тем, что ситуация с захворыванием на COVID-19, выкликая заклопоченность, медики казали не одной. Сярод основных причин, у певной ступени обаяковое ставление частки насельництва да выканание профилактических мероприемствов. У первую шаргу размова идти об заховании социальной дистанции и выкористании масок. Появляются научные статьи ученых Англии, Германии, Испании, которые говорят об эффективности масочного. Режима или, грамотно сказать, применение средств индивидуальной защиты органов дыхания для профилактики воздушно-капельной инфекции, какой является ковидная инфекция. Коли весной, коли сродков аховы часом не хапало, люди саправды имкнулись на бытих за любый кошт, то теперь шмат, кто не выкорыстовывает их у вогуля. Нерыдкие выпадки, коли люди носят одну маску по некольких годин, тезаховывают их не в зауседы чистых кишенях. А проча того, навод на улице, знаходятся у масцы, шмат часу для некоторых нелегкое выпробование. Кажет, что вельми тяжко дыхать. У меня маска все время в кармане, я сейчас сажусь на транспорт, я одену ее, а на улице зачем? Это бессмысленно. Дети, масковой возраст, лет 14, не раньше, поскольку маска больше вреда несет, чем польза, это мое мнение. Когда маску поношу полчаса, потом ощущаю, что тяжело дышать, а дышка появляется. До речи, у принятых решений, ношение масок рекомендуется як обовязковое при наведывании громадских и медицинских установ у транспорта на объектах гандлю, спорту и культуры. Хоть сколькость массовых мероприемств подчас пандемии будет сменшаться. Сгодно с этим же планом отказанность за выполнение профилактических мероприемств несут керавники предприемств и организаций. Включить все необходимые профилактические мероприятия. Это прежде всего утренний фильтр работников, это использование средств индивидуальной защиты, это дистанцирование и работников, и посетителей, и обработка рук антисептиками, использование средств для уборки и так далее. Все это сформировано и сформулировано в санитарных нормах и правилах. Разом с тем, с каждого правила есть выключение. У тех же крамах можно не потребовать выкорыстовывать маски, коли есть махчимость забеспечить социальную дистанцию. А про это наведывальникам нужно гарантовать без проблем набывать сроки индивидуальной обороны. Хоть покуль заборонить человеку без маски корыстаться послугами тех же крам нельга. Расмова идет перш за все об особистой отказности каждого за здоровье, свое и тех, кто побач. Наверное, пришло время каждому из нас подумать о своей гражданской ответственности. Ответственности за свое здоровье и здоровье своих родных, близких, людей, с которыми мы работаем, которые нас окружают. Если мы принимаем решение не заботиться о своем состоянии здоровья, то, наверное, надо подумать о своих родителях, о своей семье, о своих коллегах, с которыми мы общаемся. Это и масочный режим, это и дистанцирование, это и обработка рук антисептиками, применение десредств при уборке. Население как-то расслабилось. Расслабилось в период лета, когда заболеваемость спала, и мы вошли во вторую волну с каким-то поверхностным отношением людей к этому вопросу.